Товарищ Держинский говорил Горячее сердце, холодная голова и чистые руки Вот среди таких людей служил Служба в морской пехоте, комитете безопасности, работа в личной охране высокопоставленных лиц Росгвардии Биография Николая Гуляева, захватывающий детектив Сейчас он водитель дежурного автомобиля, но по-прежнему делится своими знаниями с действующими росгвардейцами и подрастающим поколением В его руках АК-74 Я сам лично пробовал, я служил в морской пехоте, когда мы автомат бросали в море Он там минут 10 поваляется, потом брали за ремень, за один хвостик и тащили по пляжу Переворачивали, тащили по пляжу, потом шли на полигон и стреляли Ветераны, действующие сотрудники и учащиеся образовательных учреждений округа В Росгвардии день открытых дверей Накануне праздника росгвардейцы рассказывают и наглядно показывают, как можно за себя постоять Я кладу руку на плечо, либо эту, либо эту Прихватил, чтобы он не дергнулся, и что я делаю? Иду к нему, он радуется Он радуется, я иду к нему, он лакодочек согнул, это же рычаг Держ, тебе хорошо? Ну хорошо, давайте Хочется, чтобы не пригодилось, но знать основные приемы самообороны должен каждый, уверен Николай Гуляев Такие занятия готов проводить и в школах, но не везде разрешают использовать оружие, даже охолощенное Мне очень хочется, чтобы ребята видели, что даже такой дядька, как я, может что-то показать Еще сам что-то может, еще я их могу защитить Ребята, я хочу, чтобы вы меня защитили И я вам помогу в этом Школьники практическим занятием остались довольны Самые любопытные решили попробовать приемы на себе Засомневались, что они работают, но очень быстро убедились в обратном Сейчас вот много чего узнал и по поводу оружия, и по поводу борьбы Так что все понравилось Рассказывали о том, как нужно сопротивляться при каком-то, не знаю Вот, и, ну, боевую технику рассказывали основную Вот, на мне тоже показывали Вот, ну, что я запомнил, что там нужно подучить А некоторые участники мероприятия были настолько впечатлены, что теперь подумывают связать свое будущее со службой в Росгвардии Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова